Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В один из выходных в конце января состоялся лыжный пробег угличских школьников по местам боевой и трудовой славы наших земляков. По традиции его открытие прошло у мемориала всем погибшим угличанам. Дорогие юные друзья, спортсмены, поздравляем вас от Совета ветеранов Угличского муниципального района с праздником защитника Отечества. Вы все будущие защитники нашего Отечества. 380 лет тому назад русский царь Петр I издал первый устав для армии, который существует в некоторых словах и поныне. От Совета ветеранов мы вам советуем и предлагаем воспитывать в себе силу воли, выносливость, мужество. Этот пробег не нес соревновательной нагрузки и поэтому настроение у всех было задорное и радостное. Четыре года подряд ребята города Углича участвуют в областном военно-патриотическом лагере Русь. То есть мы совершаем лыжные пробеги по местам боевой славы. В этом году Домом детского творчества было решено провести вот такой лыжный пробег у нас в городе. И этим самым мы собираем детей, школ города и района и привлекаем их к массовому занятию лыжным спортом. Мы совершаем лыжные пробеги в любых погодных условиях. А то, что сегодня участвуют и все городские школы, некоторые сельские, вы это ожидали? То есть массовость, она ожидаема? Да, конечно. По предварительным заявкам у нас участников 127 человек. Мы планируем этот пробег, сделать его традиционным. Я думаю, как бы в этом году мы попробуем, а на следующий год все ошибки свои исправим, то, что будет. Но пока ошибок нет никаких, пока все нормально. Пока все нормально. Массовость вас радует? Массовость прекрасная, все школы у нас организованы, пришли на пробег. Учащиеся подготовлены? Учащиеся, я думаю, да. В программе сегодня будет и экскурсия, и обед? В программе экскурсия в Николово-Леменский монастырь, потом возложение венков в Володинском памятнику погибшим воинам. Затем подведем итоги, организованно уедем в город, в любимый город Углич. Среди участников пробега были как новички, так и уже имеющие опыт школьники. Вы как-то готовились лично? Готовились, тренировались, пару километров каждый день ездили. То есть вы считаете готовы к этому пробегу? Готов. Вы можете ответить за своих друзей, за ребят? За своих друзей, да. Они со мной готовили вместе, они в хорошей форме. Само это мероприятие вызвало у вас, у ребят интерес? Или интереснее было бы сидеть где-нибудь в интернете, на компьютере? Интерес, как бы все-таки свежий воздух, все-таки полезно. Скажите, а как вот ваше подрастающее молодое поколение относится вообще к таким мероприятиям, к спортивным мероприятиям? Это надо, это полезно, это хорошо? Как кто относится? Кто любит спорт, здоровье, кто участвует здесь? Естественно, что такой массовости среди ребят педагогам можно было добиться только личным примером. Мы узнали об этом пробеге две недели назад. Ребята откликнулись желанием. Почему? Потому что многие ребята занимаются у нас в подростковом клубе, у Николая Владимировича, с желанием, с интересом, потому что некоторые дети у нас из других районов и городов приехали и участвуют в этом пробеге. Скажите, а в школьной программе, вот лично в вашей школе лыжная подготовка какое место занимает? Она занимает то место, которое она должна занимать. То есть согласно программе? Конечно, все согласно госстандартам. А проблем нет с инвентарем, с амуницией, нет? Есть, конечно же, конечно же, есть что-то лукавить. Как выходите из положения? Выходим из положения. В основном за счет, конечно, родительских сбережений лыжный царь приобретается. Но ведем работу по профилактике заболеваний. Рассказываем детям, что нужно заботиться о своем здоровье за счет, конечно же, лыжной подготовки. Это свежий воздух, движение и общее здоровье. А как вы можете охарактеризовать сейчас настроение ваших воспитанников? Они с желанием или все-таки из-под палки, если можно сказать? Нет, нет. Те, кто здесь, это не из-под палки. Нет. Эти дети только с желанием. Здесь вот сейчас. И не даром я на лыжах. А у вас самое какое настроение? Очень хорошее. Потому что у меня была возможность поехать на транспорте, но я все же решила идти 12 километров, поехать на лыжах. Уже по доброй традиции в нашем городе прошел областной турнир по хоккею на призы клуба «Золотая шайба». На этот раз его участниками были юноши 1993-1994 годов рождения. Выключено, почти становится традиционное соревнование. Почему? Потому что мы стараемся проводить областные соревнования в центрах более-менее крупнейших. Допустим, как Углич, Переславль, Рыбинск. Где большого хоккея не избалованы. Поэтому смотрят только по телевизору. Здесь они видят воочию. То есть пацаны смотрят и подтягиваются к тренировкам. И здесь устраивают в Угличе гостиницы рядом, питание рядом, площадка рядом. То есть нет передвижений. Где-то все в одном месте, компактно. И поэтому удобно проводить и ребятам, и кто проводит соревнования. Вот в этом плане. Вы можете сравнить, как было хотя бы 20 лет назад, в 80-е годы, я имею в виду популярность этого вида спорта и сейчас? Ну, популярность, популярность. Популярность она всегда. Раньше не было просто искусственных следов, дворцов спорта. Поэтому все старались в такой заморке. На прудах катались, где-то массовых катаний больше было. Дети больше катались, больше находились на воздухе. То есть там было здорово. Сейчас и не попасть, и с этими семейными, не попасть и на корты слишком дорого, это искусство идет. Поэтому как-то уходят здесь, все приходит в дворцы. Поэтому, а уровень игры, раньше больше было энтузиастов, что ли. А сейчас больше уже время такое пошло, что... Бесплатно мог. А сейчас все, деньги заплати, вроде придешь. К сожалению, на пьедестале в этот раз не оказалось юных угличан. Причины, наверное, ясны каждому. Наша команда угличская всегда составляла конкуренцию лучшим командам в области. В этом году вдруг или не вдруг они не попали не только в тройку, но и даже в серединке. Просто уровень игры одинаков. И у меня нет игровой практики было. То есть они не играли с другими командами. То есть, если третий день соревнований углич, шайбу проиграл только Переславе, который играет в финале. Что у нашей федерации в планах? У нашей федерации в планах как можно больше пацанов играло в регионе области. Такие, чтобы Гаврилов Ям, Бориса Глеб, Ростов. Вот сейчас Ростов первый год участвует. Вот такие периферии. Брейтово, там движение какое-то началось. Данилов движение началось. Поэтому здесь эта массовость любительского хоккея, она у него будущее впереди. То есть, как я понимаю, ваша цель это в массовости? Именно в массовости? Наша цель, да, в массовости, чтобы дети были заняты и не болтались попросту по улицам. Вот наша цель, наша федерация в детском хоккее. В финальной игре турнира команда «Россияне» из областного центра оказалась явно сильнее соперников из Переславля. Бронзовых наград удостойны также ярославские воспитанники детского центра «МИК». Наши детско-юношеские центры записывают все желающие, кто желает заниматься хоккеем, дружит со здоровьем и спортом. И поэтому, как бы, без всяких... То есть, кто систематически занимается, самые лучшие игроки отбираются в команду сборную и потом выступают на соревнованиях. Ну, хоккей ведь не дешевый вид спорта. И там и амуниция, и обмундирование, и клюшки. Это ведь стоит денег. У вас, ну, спонсоры, скажем так, или кто вас обеспечивает? Спонсорами является у нас администрация Заводского района, конкретно детско-юношеского центра управления образованием мэрии города Ярославля. Вот. То есть, действительно, вид спорта не дешевый. В городе Ярославле построены физкультурно-оздоровительные комплексы, где мы сейчас тренируемся. За счет этого, как бы, и команда прогрессирует. Вы сказали, комплексы, где вы тренируетесь. Расскажите поподробнее, в каких условиях вам приходится заниматься, тренироваться? То есть, это лучше, чем здесь? Ну, у нас, конечно, получше, поскольку у нас в этом году, в прошлом году было построено в городе Ярославле два ледовых физкультурно-оздоровительных комплекса. Крытых, да. Крытых, да. Крытых. И поэтому вот в этом году мы занимаемся где-то с октября, с ноября, с ноября. Мы занимаемся с ноября в крытом ледовом комплексе. То есть, конечно, более тепло, уютно. Дети переодеваются в теплых раздевалках. О выступлениях взрослых хоккеистов в чемпионате области мы расскажем вам в следующих программах. 26 и 27 января на базе Угличского механико-технологического техникума состоялись районные соревнования по зимнему полиатлону. С вопросом, в каком же состоянии находится сейчас этот вид спорта в нашем городе, мы обратились к старейшине этого троеборья Александру Виннику. На каком уровне находится? На находится на очень низком уровне сейчас. Скатывается вниз потихоньку, даже не потихоньку, очень быстро скатывается вниз. Два-три года назад мы являлись лучшими в России и в мире, а сейчас мы на очень низких позициях. Даже в области в призеры попасть для нас это большой успех. А почему так? А потому что все упиралось, уже давно это было предсказуемо, нехватка инвентаря, негде было вообще тренироваться. А в этом году дошли до того, что вот до этого момента просто негде было тренироваться именно по лыжам. Тренировки по лыжам у нас проходили на стадионе на кругу 100 метров. Ну это же смешно даже. И такой вид спорта, который у нас наиболее развит в Угличе, он потихонечку, просто душит его потихонечку, мне кажется. Сегодня здесь собрались лучшие сельские спортсмены. Вчера были городские, сельские. Для вас лично, как для специалиста, видны какие-то звездочки, работая с которыми можно достичь высоких результатов? Вы знаете как? Звездочки-то они, если с ними начинаешь работать, они через год, через два, любая бесперспективная девочка или мальчик, он год звездой. Просто нужно его желание и тренер, и условия какие-то. Тут о том говорят, что звездочки, они сейчас, они покажутся через год, через два, когда с ними очень хорошо поработать. И проблем в этом нет. Чтобы выступать, показывать результаты, нужно тренироваться, заниматься этим видом спорта. И вообще нужно, чтобы в школах этот вид прогрессировал. Потому что все виды, которые мы делаем, они есть в школьной программе. И если бы преподаватели из школы проводили соревнования по палеотлону, там изобретать велосипед-то нечем, все эти виды есть. Значит, и уже детки-то выглядели бы по-другому бы, и уже болезней, и все бы было меньше. Более ста участников были разбиты на пять возрастных групп. Среди кандидатов на чемпионство в командном зачете, как всегда, были спортсмены Ильинского поселения. Ну мы приехали в полном составе, 17 человек. У нас 10 человек взрослая команда, 7 юношей и девочки. Ну надеемся, выступить хорошо. Для вас хорошо только первое место, правильно? Естественно, да. Будем бороться первое место. Ну мне в принципе нравится, как здесь проходят соревнования. Единственное, что не знаю как, вот лыжня еще пока не смотрели. Если лыжня будет нормальная, то в общем-то я доволен. Так оно и получилось. В один из зимних вечеров на угличском катке прошла игровая программа «Ледовая вечеринка», организованная молодежной организацией «Стимул» при поддержке администрации городского поселения. На серьезность эта программа не претендовала, но дух состязания витал от начала и до конца. Здесь было все. И умение кататься на коньках, и владение клюшкой, и даже элементы единоборств. В перерывах была дискотека и живое исполнение песен. Наверное, даже сами организаторы не ожидали такой массовости. Вместе с моими ребятами из организации «Стимул» мы ходили на каток, побывали, покатались, посмотрели. Интересно кататься, но хотелось бы привнести что-то интересного и нового в процесс катания на нашем катке. Поэтому, посовещавшись, мы решили именно провести такое мероприятие. В принципе, так и зародилась «Ледовая вечеринка». Как вас радует массовость? Конечно, очень приятно то, что ребята приходят на каток, чтобы поучаствовать в конкурсах, в играх. Надеемся, что в следующий раз будет народу еще больше, потому что мы планируем проводить это мероприятие все чаще и чаще. То, что здесь участвуют от, наверное, 8 до 20 лет. Вообще такой охват, мне кажется, и даже комсомолу не снился. Вы сами ожидали такого? Честно, не ожидали, но мы очень рады такому участию людей, потому что вот эти игры, эти конкурсы, они как-то сближают народ. И возрастная категория, она стирается, то есть возрастных различий не существует. Все здесь дети. Ну что ж, удачи вам, всего доброго. Спасибо. Практически все участники «Ледовой вечеринки» получили призы, но главное, конечно же, не в этом. 117 любителей лыжного спорта с удовольствием поучаствовали в массовом забеге «Лыжня России». Старт которому был дан на поле за механико-технологическим техникумом. Стартовать в нем могли все желающие, независимо от пола и возраста. И хотя на дистанциях 5,3 километра были, естественно, и победители, среди которых узнаваемые Винник, Фоминых, Пестрев, Гафурова и другие, главный рекорд, как говорили в прежние времена, здоровья. И это все, о чем мы вам сегодня хотели рассказать. А мне только остается напомнить, что наш спонсор остается неизменным. Это туристическая фирма «Купола», которая совсем недавно переехала по новому адресу. Рыбинское шоссе, дом 20А. И телефон остается неизменным 2-09-20. Звоните и заказывайте тур активного отдыха, путешествий и экскурсии. А я, автор и ведущий спортивной панорамы Роман Желтов, с самыми наилучшими пожеланиями прощаюсь с вами. Все вам доброго, до новых встреч и не забывайте заниматься спортом. Редактор субтитров А.Семкин